Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса. Это прогноз на бой Адониса Стивенсона против Баду Джека. Сначала общая информация. Поединок состоится в ближайшие выходные в Канаде. По-моему, это будет 19 мая примерно, да? Кстати, тут сейчас вам кое-кого покажу. Представляете, сам пришел эксперт по кондициям, да? А тут кондиции будут не последнюю роль играть. Слышали, какой у меня звук, когда я его клал, потому что тяжелый. Кондиции будут играть здесь не последнюю роль. Для Стивенсона особенно, да? И вот давайте как раз... Ну, сначала о Стивенсе не поговорим, потом об Баду Джеке. И дальше смоделируем, как бой их может сложиться. Адонис Стивенсон. Он имеет славу скорее отрицательную, да? Почему? Потому что раньше эта же весовая категория, она очень конкурентная. То есть сейчас сюда пришел Бетербиев, Гвоздик, Бивол, тот же Дмитрий, да? А раньше в этом весе доминировали, ну, по сути, Ковалев и Андре Ворд. И, ну, и также еще в этом весе одним из чемпионов был Адонис Стивенсон. Но он не хотел как бы ни с кем встречаться. То есть, ну как не хотел, он говорил, что он на самом деле хочет. И что он самый главный такой чемпион, самый крутой. Но по факту Ковалев с ним не сумел договориться. И Ковалев даже придумал ему прозвище обидное, что он не Стивенсон, а Чикинсон. Ну, Чика-то, курица. То есть, короче, можно сказать, с позиции как бы русского языка. И у нас, сами понимаете, глубокие традиции блатные в России, да? Наверное, это не очень хорошо, если честно. Можно сказать, его совсем нехорошим словом обозвал. Так это я все к чему клоню? Что вот несмотря на все это у Стивенсона, может быть, действительно, его команда его как бы берегла, да? И уводила от каких-то боев опасных. Возможно, это правда. Но я считаю Стивенсона боксером очень высокого уровня. То есть, очень крутым. И я думаю, что он в свое время имел абсолютно реальный шанс и того же Ковалева побить. Наверное, вообще всех, кроме Ворда и Диснея, что. Ну, Ворд это особый жук. И есть конкретная причина, почему бы он Ворда вряд ли побил. Можно это обсудить тоже, кстати. Потому что у Стивенсона, у него есть одно свойство великолепное, в котором он превосходит всех в этом весе. Это его удар. Он левша. И получается, его удар, как бы, ну, левый прямой, но я буду говорить задней рукой. Потому что это, ну, задняя рука в стойке. А левый прямой говорить не хочу, потому что сразу ассоциация, ну, с джебом, да? Так вот, короче, шикарно Стивенсон бьет задней рукой прямой, да? Во-первых, ну, чисто по эффективности. То есть, он им нокаутирует всех. Даже этого нокаутировал, как его зовут-то, которого сейчас Тони Бэлью бился с Хэйен. Даже его он нокаутировал. А, извините, Тони Бэлью это человек с очень прочной головой. Да, то есть, он в тяжах. Сейчас его голова все вообще выдерживает без проблем. И есть несколько причин такой силы невероятного удара у Дони Са Стивенсона. Ну, первое, как бы, это то, что он очень взрывной. То есть, просто даже на уровне мышц. У всех разные мышцы, разные мышечные волокна. Также он вообще такой очень, как бы, весь мускулистый. И у него мощь видна не только в руках, но, как бы, и в целом. У него такое тело, как какого-то ящера. Короче, как будто он какой-то штангист, там, не знаю, пауэрлифтер. Мощь в него видна, мощь взрывная такая, да? Но это только полбеды. Дело в том, что у Адони Са Стивенсона очень крутая техника исполнения. Вот это вот задней рукой, как бы, прямого. Ну, и там, и снизу так же он бьет, и сбоку. По сути, эти все удары, они, ну, конечно, они отличаются чем-то, но тело, примерно, как бы, ноги тела ведут себя одинаково. Просто вы руку или там прямо, или там снизу, или сбоку. Ну, есть отличия, понятно, но основа, как бы, общая. Так вот, Стивенсон, он просто невероятным образом вкладывает ноги свои в удар, ноги, и, как бы, ну, корпус разворот. То есть, вроде все понимают, что, ну, это, тут секрета никакого нет, да? Что при ударе, да, задней рукой прямом надо бы неплохо, чтобы у тебя плечи развернулись. Ну, в теории, чуть ли там не вообще вот до такого положения. Да, то есть, чтобы, как бы, вот этим вот вращением, таким, как бы, как дверь на петлях, которая вращается, чтобы вот всю, как бы, массу в свое тело вложить. Конечно, в каждом ударе так не делают, потому что будет тебя, как бы, ну, перекручивать, и, там, бьют, как бы так, поворачивая там чуть-чуть, а когда хотят наокутировать, именно поймать, как бы, то сильно поворачивают. Вот это раз, и также очень важный счет толчок ногой. То есть, ну, так как левша Стивенсон, то получается левой ногой очень, как бы, важно толкнуться. То есть, ну, в теории, как бы, да, идеальный сильный удар был бы, это, как будто вы толкатель ядра, то есть, как будто вы толкаете ядро, как бы раз, максимально включаете ногу и, ну, корпус, плечи. Вроде это всем понятно, но по факту не так просто этим овладеть. То есть, это раз, и много есть причин у этого, начиная от того, что люди формируются в любительском боксе, в олимпийском боксе, где высокий темп, и если вы так будете увлекаться, как бы, силой удара, то получится, что он все же будет чуть-чуть длиннее по траектории, вы будете больше проваливаться, ну, при промахе, да, как бы, одни минусы. Все равно вы за три раунда в этих перчатках олимпийских, пружинящих, ну, вряд ли вы там кого-то наглутируете, а вас, как бы, легко перещелкают. И я это, как бы, все к чему клоню, что очень высокое качество удара у Стинсона, то есть, он превосходит, наверное, даже Ковалева с Бетробиевым, да, вот они такие, ну, наиболее бьющие, как бы, в этом весе, да. И, конечно, удар это, может быть, не все в боксе, то есть, важно, вон там, я не знаю, Уорд, у него не особо большой удар, да, или там Василий Ломаченко, он далеко не самобьющий, но они побеждают, побеждают, Уорд побеждал, Ломаченко побеждает. Но все же, я считаю это очень важным, к тому же у Стинсона именно вот эта вот мощь невероятная в ударе, она не только потому, что он по мышцам, как бы, как такой зверо-ящер, да, а техника-техника, то есть, он очень классно включает свое тело в удар толчком ноги, как бы, разворотом плеч, просто филигранно. И я считаю, что он, поэтому, невероятно опасен. Теперь его оппонент Бадуджек, ну, к нему я отнесся бы довольно критично, то есть, он боксер некий такой, вообще, по всем повадкам, похож на середняка, то есть, непонятно даже, как бы, в чем он силен, у него явно проблемы, ну, на высочайшем уровне проблемы, да, с боксом на дистанции, то есть, он, когда вот противник далеко, да, как-то он, то ли его тело, что ли, плохо слушается, то ли координация не очень хорошая, вроде нормально он бьет удары, там, и прямые, да, и боковые все, но как-то вот, то ли попасть не может, ну, короче, он, к чему стремится Бадуджек? Он собранные руки поднять старается, да, то есть, такой блок, как бы, делать, и он подходит на дистанцию, ну, как бы, среднюю, да, где попроще как-то достать, и, в общем, не нужно как-то там издалека, там, что-то пытаться попадать, противники перегривать, и вот на этой, как бы, дистанции такой вот, ну, ближний, средний, что ли, скажем, да, он бьет все удары, там, по корпусу вешает сбоку, прямые, кстати, тоже бьет, все удары у него довольно средней силы, то есть, вряд ли, вряд ли они прямо уж совсем слабые, ну, такие они, как бы, усредненные, и, в общем-то, все он строит на том, что он терпеливый боксер, то есть, он идет, терпит, руками перекрылся, ждет своего момента, и везде пытается свои удары, как бы, ну, вставить, там, где придется, соперник зазевался, постарается, там, на него серию набросить, опять в свои, как бы, руки унырнул, то есть, пропуская, вот, несмотря на то, что у него руки вот так вот стоят, он без проблем пропускает, почти от всех, периодически пропускает он. Как бой данный сложится? Ну, смотрите, вот Стивенсон, в чем его главная проблема, что ему 40 лет, причем в сентябре уже будет 41, это возраст очень большой, вообще огромный, есть, конечно, уникумы такие, как, например, Хопкинс тот же, да, который в 45 лет, вообще-то, на, кстати, в этом же весе, на высочайшем уровне боксировал, но у Хопкинса, у него стиль такой, как бы, особый, что даже если ты, ну, садишься по каким-то своим качествам, там, взрывным, скорости, реакции, то Хопкинс, он весь так боксирует, как бы, на средней, там, ближней дистанции, весь, что он, там, перекрывается за плечами, такой весь, как бы, продуманный, что-то не так сказывается, а Стивенсон как раз со своим этим, вот, разовым, как бы, ударом страшным, то есть он все затачивает, чтобы попасть просто в удар, то есть он готовит это, или у него просто, как бы, ждет момент, чтобы ударить навстречу, или, там, в ответ сразу ударить, срубить, или это может быть, типа, двойки, или, допустим, раз он ударил двойку, а другой раз он, как бы, сделал вид, что ударил двойку, что-то там начал, но, по сути, сразу ударил своей вот этой вот задней рукой, короче, он много делает на скорости, остро, как бы, бьет на встречных курсах, и для него эти, вот, взрывные качества, скорость, реакция, для Стивенсон очень важны, и вот в этом возрасте, сорок с половиной лет, они могут сесть просто в любой момент, то есть он выходит, наокутирует, наокутирует всех, в один прекрасный, вот, день он выйдет, и его самого наокутирует, просто элементарно, и это находит отражение в ставках букмекеров, ну, букмекеров, то есть коэффициент на победу Стивенсона, это 1,5, то есть букмекеры оценивают, что у Стивенсона шансы победить, как бы, больше, но чуть-чуть, там, в полтора-два раза, да, больше, чем у его оппонента, и я думаю, это именно из-за его возраста, то есть, если бы, как бы, предположить, что Стивенсон точно в хорошей форме, да, и был бы он, там, ну, как он был, там, пару лет назад, или хотя бы, там, год назад, то есть, будь уверенным в нем, в его, ну, что все, как бы, он, там, классно себя чувствует, реакция хорошая, то коэффициент был бы, там, 1,5, 1,10, ну, в общем, совсем другой, но букмекеры, они закладывают, как бы, эти риски, риски возраста, риски падения формы у Стивенсона, вот, ну, в коэффициент, то есть, что противник такой середнячок, а вот может спокойно и победить Стивенсона, так как неизвестно, как он себя чувствует. Поэтому наша задача попробовать понять, как чувствует себя Стивенсон. Мы, конечно, это доподлинно знать, естественно, не можем. Это может знать только его, там, тренер, врач, там, да, массажист, но, в общем, его команда, те, кто его внутри, как бы, видит близко. Но косвенно, я думаю, что Стивенсон подойдет именно в хорошей форме, даже в таком огромном возрасте. И вот почему. Потому что он проводит бои всего раз в год. То есть, если у него все хорошо с дисциплины, там, да, с командой, то что ему это дает, такое, как бы, редкое проведение боев? То есть, смотрите, он подписывает контракт, там, за два месяца до боя, начинаются допинг-тесты, и вот прошел бой. И дальше у него целых 10 месяцев. Ему, получается, если бы он несколько раз в год проводил бои, там, два-три раза, то ему, во-первых, нужно было бы гонять вес, опускаться вниз, потом, там, ну, попил там всего, да, снова как бы разожжался, потом опять согнал. Так вот, каждый бой гонять вес, это плохо влияет. Дальше были бы допинг-тесты гораздо чаще. То есть, по сути, когда два-три раза в год тебя, как бы, тестируют, то тебе, если вставать на темную сторону запрещенных, там, веществ каких-то, гормонов, да, то тебе не дадут нормально, как бы, их толком принять. Потому что только начал принимать, надо прекращать, какие-то тесты начинаются. А тут, что он имеет, что 10 месяцев в году его никто не трогает вообще. То есть, нету допинг-тестирования, нету ничего, не надо гонять вес. И он себя может поддерживать в идеальной форме, и только лишь, как бы, на два месяца начинается вот это вот допинг-тестирование, надо ему согнать вес. И я думаю, поэтому он, скорее всего, прекрасно себя чувствует. Опять же, это, как можно сказать, как клевета выглядит, но это чисто, как бы, мое предположение внутри моей головы, да, которым я с вами делюсь. И, надеюсь, я стивно-со на этим не оскорблю. Я думаю, что 10 месяцев в году он вряд ли эти допинг-правила соблюдает, на какой-то там форме сидит, чувствует себя молодым, сильным, резким, хорошим, мускулистым. Ну, а два месяца уж можно как-нибудь, там, перетерпеть эти тесты, пройти и выйти в сорок с половиной лет, как будто тебе, ну, меньше лет, по, как бы, ощущениям. Отсюда я предполагаю, что Стивенсон будет в хорошей форме, и он победит. То есть, вот, примерно, как бы, такой мой прогноз. Но основа, он, естественно, на догадках, на предположениях. Быть может здесь все, что угодно. Вот форма, это совершенно непредсказуемо. Вот. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Всем счастливо, до новых встреч.